Приветствую! Речь в этом видео пойдет о той ситуации, с которой наверняка вы уже знакомы. Студент явился в ТЦК и СП, показал свой студенческий билет, но ТЦК и СП решили его призвать. В дальнейшем человек обратился в суд и административный суд сказал, все окей, ты призван на законных основаниях, никакого нарушения нет. И конечно же здесь у нас есть три вопроса. Первый вопрос, почему ТЦК и СП призвал этого человека? Второй вопрос, почему суд признал такой призыв законным? И третий, самый главный вопрос, а чем эта история поучительна для нас? Что мы должны делать, чтобы не оказаться в той ситуации, в которой оказался этот студент? Вот с этими вопросами мы сейчас с вами и разберемся. Поехали! Итак, почему ТЦК и СП призвал студента? На мой взгляд, ответ простой и однозначный. У них есть план. У них просто есть план. И вся беда этого человека в том, что он попал на тех сотрудников ТЦК и СП, которым главное выполнить план. Им все равно твои проблемы. Они не будут в них разбираться, они не хотят в них разбираться. Хотя должны были. И должны были объяснить, наверное, человеку, что у него есть право на отсрочку. Наверное, они должны были все-таки объяснить человеку, а какими документами можно подтвердить это право. Но они этого не сделали. Почему? Да им все равно. У них есть другая задача. Им нужно выполнить план по мобилизации. Все. Есть человек. Надо сделать из него солдата. Все. Вот это их задача. И надо это прекрасно понимать. И нужно понимать, что вы можете оказаться точно в такой же ситуации. Когда мы смотрим решение суда, да, мы видим, что студент якобы предоставил свой студенческий билет. Но в материалах дела его нет. То есть ТЦК и СП заявил, что да он нам ничего не предоставлял. И студент ничем не может доказать, что он предоставил эти документы. Помните, я много раз говорил, что когда вы оказываетесь в суде, каждое ваше слово, каждое ваше заявление вы должны доказать. На слово никто там не поверит. И вот здесь не поверили так этому студенту, да. А где его студенческий билет? А невозможно выяснить. Может, может, он и предоставлял его. Может, даже давал копию. Но, как мы понимаем, документы легко исчезают. А у студента не осталось никакого доказательства того, что он предоставлял этот документ. И вот суд поэтому и принял такое решение. Говорит, а ты не доказал. Ты не доказал все. И, к сожалению, здесь система построена так, что когда ты общаешься с ТЦК и ЕСП, а потом, когда они нарушают твои права, ты идешь в суд, ты должен доказать, что твои права были нарушены. К сожалению, система построена так. И у нас нет другой системы. И мы вынуждены с вами учиться играть по этим правилам. И это можно сделать. И вот здесь мы переходим к третьему вопросу. А что же делать нам, чтобы не оказаться в этой ситуации? Что делать нам, чтобы в тех ситуациях, когда мы имеем право на отсрочку, нас не призвали как вот этого человека? Отвечая на этот вопрос, обратим внимание на два момента. Первый момент нам подсказывает сама система. Нам подсказывает суд. Поскольку суд говорит, что ты должен иметь возможность доказать, что ты подал в ТЦК и ЕСП документы, значит нужно к этому подготовиться. Как мы можем доказать, что мы им передали документы? По сути, на сегодняшний день существует единственный действенный способ. Нужно все эти документы, которые подтверждают ваше право на отсрочку, сделать их ксерокопии. На каждой копии написать сгидно за оригиналом, поставить дату, подпись свою, фамилию, имя, отчество и по почте отправить в ТЦК и ЕСП. При этом отправлять по почте не обычным письмом, а письмом с описью вложения. То есть, чтобы у вас остался бланк, который проштампован на почте, в котором будет указано, какие документы вы отправили в ТЦК и ЕСП. И вот дальше вам придет уведомление о получении, обязательно тоже указывайте это. То есть, пусть хотя бы СМС-кой, но придет вам уведомление о вручении этого письма. И тогда у вас будет, ну, по сути, железобетонное доказательство того, что они получили эти документы. Второй способ, он менее действенный. Почему? Потому что второй способ заключается в чем? Когда мы приносим им документы свои, да, мы можем попросить их поставить отметку вам о получении. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, какие шансы получить такую отметку. Поэтому даже об этом способе, ну, я всерьез не говорю. Поскольку единственное, реально, где вы можете получить подтверждение, это почта. Поэтому, еще раз, все документы к серим, пишем сгидно за оригиналом, дата, подпись и отправляем в ТЦК и ЕСП. Можно еще, вот что мы делаем, да, мы пишем заранее, до того, как человек вообще пойдет в ТЦК и ЕСП, пишем заявление, предоставить информацию о том, будет ли человек иметь право на отсрочку по таким документам. И вот, получив такой ответ, мы уже со спокойной душой идем в ТЦК и ЕСП и знаем, что у нас не просто есть подтверждение того, что мы отправили, да, а еще и подтверждение того, что мы получили от них ответ, собственно говоря. И второй момент, на который нужно обратить внимание, а что, если ТЦК и ЕСП, ну, забил на это. Ну, и они говорят, ну, нам неинтересно, что ты прислал документы, мы их взяли уже где-то потеряли. Война же, дело такое, они очень часто, кстати, это сейчас говорят, что, мол, война, все документы потеряны, потеряны, вообще неразбериха такая, хотя, как бы, во время войны, наверное, наоборот, нужно собраться и должна быть разбериха, должно быть все четенько. Но пусть будет так, да, пусть будет война причиной для того, чтобы была неразбериха и все, все документы потерялись. Что в этой ситуации делать? Что делать, если вы на таких людей попали? Ни в коем случае не соглашаться даже на принятие повестки на отправку. То есть, друзья, вот обратите внимание, сейчас мы говорим о той ситуации, когда человек пришел в ТЦК и ЕСП, прошел медкомиссию, его признали пригодным, либо ограниченно пригодным. И дальше ему говорят, а вот тебе повестка на отправку. Но если вы уверены в том, что у вас есть право на отсрочку, особенно если вы до этого получали ответ от этого же ТЦК, что у вас, согласно этих документов, есть право на отсрочку, и здесь вы снова принесли копии этих документов и подаете им, но они отказываются принимать документы и дают вам повестку на отправку, то вот здесь вы ни в коем случае не должны соглашаться даже на принятие этой повестки. Ни в коем случае. Почему? Потому что если вы примете эту повестку и явитесь, то вас отправят в воинскую часть и дальше, как показывает уже состоявшаяся практика, судебная практика, оттуда, по сути, выхода нет. То есть тот факт, что у вас, допустим, вот в этой ситуации, что у человека было право на отсрочку, поскольку он является студентом, не дает ему основания теперь для увольнения, и он не может уволиться из армии. Понимаете, в чем проблема? Вот почему вы, имея право на отсрочку, должны отказываться от отправки вас в воинскую часть. Что будет дальше? Конечно же, вас беспокоит. Вы скажете, стоп, так меня же тогда к уголовной ответственности привлекут. Нет, нет и еще раз нет. Не привлекут вас к уголовной ответственности. Почему вас нельзя привлечь к уголовной ответственности? Да потому что у вас право на отсрочку есть. Потому что, согласно 23 статье Закона Украины о мобилизации, есть перечень случаев, когда у человека есть право на отсрочку. И если вы попадаете под один из этих случаев, то вас призвать можно только по вашему согласию. То есть вы только добровольцем можете пойти. И если вам вручают повестку на отправку, а вы отказываетесь, то в самом худшем случае, да, они могут вызвать полицию. Безусловно, есть такой вариант. Они вызовут полицию, они сообщат о том, что вы, мол, злостные уклонисты и прочее. Полиция займется этим вопросом и будет разбираться. Но когда полиция будет разбираться, они выяснят, что у вас-то есть право на отсрочку. Вы подадите им документы. Ну и если представим, что полиция оказалась, ну, прям вообще неадекватная, которая решила прям работать именно на ТЦКшников, вы попадете в суд. И в суде, ну, друзья, ну, прям супер маловероятно, что произойдет такая ситуация, когда вы в суд подадите все документы, подтверждающие, что у вас есть право на отсрочку, а суд признает вас уклонистом. По меньшей мере, на сегодняшний день нет таких приговоров. Ни в одном из тех приговоров, которые на сегодняшний день в Украине есть, приговоров за уклонение от мобилизации, нет такой ситуации, чтобы человек подал документы, что у него есть право на отсрочку, а его признали уклонистом и применили к нему соответствующую санкцию статьи 336 Уголовного кодекса, да, за уклонение от мобилизации. Такого нет. Поэтому не бойтесь в этой ситуации отказываться. Но еще раз повторюсь, мы говорим об отказе в принятии повестки на отправку, либо в попытке отправить вас в воинскую часть только в том случае, когда у вас есть право на отсрочку. Ну и, друзья, желательно, чтобы все-таки вы не просто сами решили, что у вас есть право на отсрочку и документы, подтверждающие это, а все-таки рекомендуется здесь проконсультироваться с юристом, чтобы не получилось так, что вы ошибочно оценили свои возможности, да, свое право на отсрочку и в итоге попали все-таки на уголовную ответственность. Этого бы мне очень не хотелось, да, чтобы вы потом еще меня в этом видели. Еще раз, еще раз, друзья, подводя итоги, для того, чтобы вас не призвали в тех ситуациях, когда у вас есть право на отсрочку, нужно сделать два момента. Первый момент. Отправить документы об отсрочке по почте. Тогда у вас будет железобетонное доказательство, что вы подали документы в ТЦК и отправляя документы по почте, вы должны отправить, называется цинный лист, я еще не помыляюсь, с описом вкладыня, то есть с описью вложения и храните, соответственно, вот этот бланк, на котором опись того, что вы положили в это письмо. И, конечно же, укажите на почте, что вам нужно уведомление о вручении. Вот тогда вы сможете доказать, что вы подавали документы в ТЦК. И второй момент. Если при всем при этом вас пытаются призвать на воинскую службу, ни в коем случае, ну, если вы искренне, да, не хотите быть добровольцем, если здесь мы говорим о той ситуации, когда есть право на отсрочку, а ТЦК и СП нарушают ваши права, вы можете отказаться от призыва. Потому что это ваше право закреплено в 23-й статье закона о мобилизации. То есть здесь не идет речь о том, что вас могут признать уклонистом. Не призовут вас уклонистом. Не бойтесь этого. Потому что в противном случае вы окажетесь на воинской службе и, скорее всего, уволиться у вас оттуда не получится. Имейте это в виду. Друзья, если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете на нем много других полезных видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к данному ролику. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова